МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржекин. В начале выпуска коротко о главных событиях. Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов вручил премии лучшим работникам культуры и искусства. Размер премии составил 500 тысяч тенге. Лауреаты премии в номинации за верность профессии стали обладателями 1 миллиона тенге. Тимиртауские полицейские разыскивают виновных в смерти мужчины. На одной из улиц Тимиртау горожане обнаружили обгоревший труп. Назначенной экспертизой ведется следствие. Карагандинских школьников бесплатно обучат языкам программирования в IT-классах. В областном филиале партии Нур-Утан члены рабочей группы обсудили 22 инициативных проекта, разработанных в рамках программы Рухани-Жануру. В Карагандинской области заметно снизился дефицит медицинских кадров. Причиной этому послужило обеспечение врачей служебным жильем. Об этом на аппаратном совещании сообщил руководитель управления здравоохранения Иржан Урлыбаев. Действенной мерой по минимизации дефицита медицинских кадров стало выделение жилья для работников данной сферы. Так, одними из первых полностью обустроенные служебные квартиры заселились врачи Шахтинска, где в 2016 году за счет средств местной поликлиники был отремонтирован пустующий четырехквартирный жилой дом. Ключи от еще 18 квартир, оснащенных бытовой техникой и мебелью, вручили специалистам в Балхаше. В Балхаше, как вы знаете, медицинским работникам было предоставлено 18 служебных квартир с мебелью и необходимой бытовой техникой. В отремонтированном продезе жилого дома в результате в этом городе дефицит врачей сведен к минимуму. Уважаемый Ирлан Жиганш, по вашему поручению разработан проект на 2018-2019 годы по привлечению и закреплению специалистов, в том числе путем предоставления им благоустроенного служебного жилья. Также руководитель управления здравоохранения отметил, что на сегодняшний день дефицит медицинских кадров составляет 107 человек. Снизить данный показатель сможет приток молодых специалистов. К примеру, в прошлом году были трудоустроены 273 выпускника медицинских вузов страны, 23 из них направили в сельские местности. В настоящее время ведется подготовка специалистов по программам интернатуры и резидентуры. Акимобласть Ирлан Кушанов подчеркнул, что привлечение кадров является главной целью системы здравоохранения. Я полностью поддерживаю отходы. Мы большие средства тратим на современное оборудование, на закуп. Строим больницы, новые врачебные амбулаторы. Но если специалистов не будет, то это не принесет никакой пользы. Положительный пример в прошлом году был Балхаша. В этом году Шахтинска, да? Сарань, Абай. Вот надо последовать. Глава региона поручил применить данный опыт и в других городах области. А именно в Караганде, Жасказгане и Сатпаеве, чтобы свести нехватку кадров к минимуму. Ержан Урлубаев заявил, что работа в этом направлении уже ведется. С акиматами городов проведены поиски помещений, пригодных для организации жилья после ремонтных работ. Так, в 2018-2020 годах готовое жилье смогут получить более 100 медиков. Тухжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 23 работника культуры стали обладателями премии Акима Карагандинской области. 21 мая на сцене Русского драматического театра имени Станиславского состоялась торжественная церемония. С профессиональным праздником работников культуры поздравил глава региона Ерлан Кушанов. Классика киноискусства 20-х годов прошлого века. Это стало литмотивом всего праздничного вечера. В этом году лауреатами премии Акима Карагандинской области стали 23 человека. Лучшие работники культуры и искусства получили по 500 тысяч тенге. Поздравляя виновников торжества, глава региона Ерлан Кушанов отметил, что в этой сфере могут работать только люди, искренне влюбленные в свое дело. Я бы сказал, что вы настоящие патриоты, потому что такую работу нельзя делать механически. Ее надо переживать, проживать, опускать только через себя. Именно ваш труд способен достучаться до самого глубины человеческой души. И только через ваше умение разглядеть прекрасное, истинное, доброе, вы сможете измениться сами. А это и есть план моделизации сознания, в котором искрится вся наша страна на сегодня. Глава области также отметил разительные положительные перемены в сфере культуры и искусства. В нынешнем году три раза увеличен бюджет на ремонт объектов культуры. Началось проектирование нового концертного зала в Караганде. Закуплены новые инструменты для музыкальных школ города. Также в области прошу отборочных тур международного конкурса детских талантов. Впервые местный бюджет оплатил поездку порядка 50 школьников, для участия в финале конкурса в Каннах, Риме, Праге, Париже. И все они вернулись медальными, с наградами. О чем это говорит? О чем это говорит? Это говорит о высоком профессионализме наших педагогов. Это говорит о том, что растет новое поколение талантливых артистов. Если сегодня Караганду называют одним из самых культурных центров страны, то в этом, прежде всего, это ваши заслуги. Премии Акима области были вручены в 20 номинациях. Таких как «Артист года», «Режиссер года», «Хореограф года», «Лучший работник культуры села» и многих других. Специальные премии за верность профессии в размере миллиона тенге удостоены Галым Мухамедин, артист Жасказганской филармонии имени Тайжана Калмаганбетова и Александр Севастьянов, солист-инструменталист ансамбля «Арай» концертового объединения имени Калеба Ижанова. Премия Акима области работникам культуры и искусства присуждается с 2006 года. Это не только поощрение за заслуги, но и материально стимулирующий фактор. В завершение Ирлан Кушанов пожелал всем еще большего развития новых возможностей для культурного диалога. Гульнур Жакен, Андрей Тен, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Отличник телевидения и радио Галина Рахимова отмечает свой 80-й день рождения. С круглой датой ветерана труда поздравили Акима области. Ирлан Кушанов, друзья и коллеги. Приветственные адреса Акима области в свой юбилей, признание коллег и слова восхищения от молодого поколения журналистов. Для человека, отдавшего 40 лет любимой работе, это, пожалуй, лучшая награда. Вот это такая оценка, что мы работаем не зря, а что наша работа помогает нашему городу, нашей области. Это меня вдохновляет, но я, если даже сегодня не работаю, я слежу за работой своих коллег, и мне нравится их находчивость, их интерес. Но это не говорит, что они уже все сделали. Вам делать еще долго и много и интересно. Мало кто поверит, что столь энергичная и красивая женщина празднует 80-й по счету день рождения. В свои годы она остается эталоном женской красоты, ума и харизмы. Рахимова Галина Сагандыковна работала диктором карагандинского телевидения и радио долгие годы. Ее голос, подача информации, умение держаться перед камерой полюбились телезрителям с ее первых эфиров. Коллеги вспоминают ее как трудолюбивого и ответственного работника, который всегда служил примером для молодых специалистов. Она всегда ответственно относилась к своей работе. Журналисты того времени – яркий пример профессионализма. Галина Сагандыкова по праву считается одним из лучших дикторов. Я не помню, чтобы она ошибалась. Она всегда была собрана и справлялась с любой задачей. Я рад, что проработал с таким человеком более 20 лет. В этот день Галина Сагандыковна услышала много добрых слов в свой адрес. Каждый из гостей поделился яркими воспоминаниями о виновнице торжества. Искренние поздравления выразил и глава региона Ерлан Кошанов. Не только быть первым, а быть лучшей долгий-долгий год – это заслуживает большого уважения. Вы до сих пор лучшие на сегодняшний день. За многолетний труд Галина Рахимова была не раз награждена почетными грамотами, медалями и нагрудными знаками. Несмотря на то, что сегодня ее нечасто можно увидеть на голубых экранах, Галина Сагандыковна продолжает активную общественную работу. Ветеран труда внимательно следит за новостями региона, смотрит передачи родного канала, которому отдала годы молодости, и радуется за успехи молодых журналистов и дикторов, которых когда-то вдохновила стать частью удивительного мира телевидения. Торжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей, и они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку, а теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. В Тимиртау на улице Панфилова найден обгорелый труп мужчины. Как сообщает пресс-служба областного ДВД, в минувшие выходные в Тимиртау недалеко от магазина «Валентина» неизвестные сожгли мужчину. Проходившие мимо люди разглядели среди сгоревших дров обугленный силуэт человека и вызвали полицейских. По словам очевидцев, в этом районе часто собирались сомнительные люди. Постоянно происходили какие-то разборки. На месте происшествия полицейские нашли ключи, обгорелую купюру в тысячу тенге и часть сгоревшей банковской карты. Данный факт зарегистрирован единый реестр досудебного расследования. Назначенные соответствующие экспертизы проводятся досудебные расследования. Недалек тот день, когда жители Карагандинской области массово потянутся на водоемы, спасаясь от летней жары. Карагандинский департамент по чрезвычайным ситуациям вновь заявляет о необходимости соблюдения правил поведения на воде. Предупрежден, значит вооружен. Представители департамента по чрезвычайным ситуациям с началом купального сезона вновь напоминают о технике безопасности на воде. Несмотря на большую профилактическую работу, каждый год регистрируются факты гибели людей во время купания. К примеру, в прошлом году на водоемах Карагандинской области утонуло 12 человек. Из них 9 детей. 75% гибели приходится на детей и подростков. Спасатели отмечают, что основными причинами несчастных случаев является несоблюдение элементарных правил поведения на воде. То есть причинами гибели людей на воде являются это нарушение правил безопасности на водоемах, купание в неприспособленных местах, неумение плавать, недооценка собственных сил, оставление детей без присмотра взрослых, купание в плавательных средствах тоже с нарушением безопасности. Основной своей работой спасатели называют профилактику. Проведено более 5000 бесед и лекций с рыбаками и школьниками. Уже проведено около 2000 патрулирований вдоль акватории водоемов. Периодически проводятся рейды совместно с местной полицейской службой. На сегодня за административное правонарушение к ответственности уже привлечено 38 граждан. В связи с началом купального сезона руководством ДВД области дано указание в цене допущения нарушения общественного порядка на водоемах приблизить маршруты патрулирования, заездам автопатрулей на территории пляжей, стихийных пляжей в том числе, а также силами участковых инспекторов полиции будет осуществлена определенная работа по профилактике правонарушения на водоемах. На территории области насчитывается более 400 водоемов и тысячи рек, но купаться разрешается не везде. Спасатели вновь заявляют, что нельзя нырять в неустановленных для купания местах, не входить в воду в нетрезвом состоянии, пользоваться только благоустроенными пляжами, не заплывать далеко от береговых линий и не нырять при холодной воде. Ведь безопасность человека зависит не только от спасателей, но и от бдительности самого человека. Андрей Теншел, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. В областном проектном офисе «Рухани Жангру» прошла встреча руководителей региональных проектных офисов. В рамках мероприятия они презентовали планы своей работы, а также обсудили проблемные вопросы и предложения по улучшению деятельности проектной команды программы «Рухани Жангру». Более двухсот проектов по программе «Рухани Жангру» реализуются сегодня в Карагандинской области. Стоит отметить, что Центральный Казахстан представил самый большой пул проектов. О реализации проектов и о многом другом шла речь на встрече региональных проектных офисов. Руководитель Карагандинского проектного офиса Гульнар Курбанбаева отметила, что это событие является важным и ключевым моментом сопровождения программы. «Сама программа не может просто так работать. Я ее называю народной и национальной программой только потому, что она заранее не планируется и не генерируется государственными органами. Все, что есть в этой программе, это инициативы предпринимателей, это инициативы неправедственных организаций, просто граждан, ну и, конечно, и бюджетных, и государственных органов. Все принимают в ней участие». Участники встречи отметили, что сегодня каждый казахстанец является активным участником всех общественно-политических процессов. в стране. Тому доказательства многочисленные идеи и предложения, с которыми граждане приходят в региональные проектные офисы. На встрече представитель каждого офиса представил свое видение дальнейшей реализации программы «Рухани Жангару». «Конечно, это очень интересно, потому что каждый регион уникален, сама программа очень интересна. Это касается каждого гражданина нашей страны. Мы в основном работаем с молодежью, детско-юношеским контингентом. Это вот как раз, и когда дети говорят, что эта программа – это их программа, что будущее Казахстана – это их будущее, и предлагают свои идеи, это очень даже хорошо». Всего по Казахстану расположены 16 региональных офисов программы «Рухани Жангару». Цель нынешней встречи – объединить усилия и выработать единые подходы к организации программы. Руководители региональных офисов приняли участие в выработке единых подходов в системе планирования, финансирования для того, чтобы лучше реализовывать все существующие проекты и идеи казахстанцев. Андрей Дэн, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинских школьников бесплатно обучат языкам программирования в IT-классах. Это один из 22-х инициативных проектов областного филиала партии «Нур-Утан». О том, как это отразится на системе образования, рассказали члены рабочей группы. В нее вошли заместители Акима Карагандинской области, руководители управления, ректоры вузов региона и представители общественных объединений. Инициативные проекты, предложенные областным филиалом партии «Нур-Утан», имеют четкие направления. Они окажут поддержку малому и среднему бизнесу, внесут лепту в развитие системы образования, а также поспособствуют реализации госпрограмм «Цифровой Казахстан» и «Рухани-Жангру». Чтобы осуществить поставленные задачи, была создана специальная рабочая группа, которую возглавляет заместитель Акима Карагандинской области Жандос Абишев. Рабочая группа будет реализовывать проекты согласно сетевому графику. «Кроме того, работа у нас ведется в рамках сетевого графика. Мы составили сетевой график, где прописали те мероприятия, которые мы будем проводить в этом году и до 2020 года». Одними из наиболее перспективных и социально значимых среди 22 проектов является открытие IT-классов. Это позволит не только повысить компьютерную грамотность, но и приобщить подрастающее поколение к изучению языков программирования. Идею открыть 100 IT-классов поддержала Национальная палата предпринимателя от Амикен и одна из IT-компаний Караганды. Занятия в данных классах будут проводиться в форме факультативов. И он будет отличаться от обычного курса информатики тем, что он больше все-таки будет носить прикладной характер. То есть детям будут давать различные прикладные программы, чтобы они могли работать с видео программами, с аудио работать. Также такие языки программирования, как питон, дополнительно, создание веб-сайтов и так далее. То есть на потребность, какую потребность будут изъявлять, мы эти потребности, я вот сейчас уже говорил, совместно с НПП, есть у нас компания IT, которую мы будем располагать и с ними вместе выстраивать гибкое расписание для того, чтобы детям давать по их потребности то, что они захотят. Первый IT-класс откроется 25 мая на базе школы для одаренных детей Мурагер. Стоит отметить, что это лишь один из многих проектов, которые будут реализованы в текущем году. Члены рабочей группы заявили, что они намерены уделить особое внимание обучению детей из сел английскому языку и созданию современных центров знаний в библиотеках. Поддержку окажут и представителям малого и среднего бизнеса. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан.